Восемь дней участники со всей России в онлайн-режиме боролись за звание студента года. Победители объявили 20 декабря в прямом эфире социальной сети ВКонтакте. Выиграть в гран-при я себе цель не ставил, потому что даже не знал, как это сделать. Ставал свою цель выиграть за номинацию спортсмен года. И, конечно, для меня было очень удивительно приятно, что я стал лучшим не только среди спортсменов, но и среди всех других номинаций. В финале номинации спортсмен года соревновались 25 участников. Критерями определения победителей стали результаты презентации, теста и мастер-класса. Сыграли на руку Денису и его спортивные достижения. Под его руководством команда Казанского университета заняла второе место в чемпионате высшего дивизиона студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. А на Всероссийском фестивале спорта вместе с командой «Казанские юлбарсы» он победил в соревнованиях по футболу в формате 6 на 6. Ну и нельзя не отметить заслуги Дениса, связанные с телевизионным поприщем. Свой творческий путь он начал в программе «Неделя спорта» на нашем телеканале. У меня есть даже победы по соревнованиям в настольном теннисе, это и в рамках университетских соревнований, в рамках обычных любительских соревнований. Есть также второе место по легкой атлетике также внутри университета, поэтому да, спорт это такая значимая часть моей жизни. Есть отдельные заслуги в научной деятельности, есть отдельные заслуги в творческой деятельности, там в учебной, в общественной тоже много, но по сравнению со спортом, конечно, остальные сферы, они не такие яркие. Лауреатами других номинаций стали студентка Института международных отношений Алия Киямова, добровольческий центр студентов КФУ «Планета добрых дел» и юридический центр Казанского университета. Александр Фирсов, Ариадна Кугушева, Универньюз.